Субтитры подогнал «Симон» 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 Это какой-то красивый текст и видео. В Европе пока этого нет. Также нужно учитывать, что налоги платите вы в соответствии со страной, где вы продаете. Если ваш товар лежит на складе в США, соответственно, вы платите налоги американские, которых в электронике на самом деле нет. Есть некий налог с продаж, который платит сам Амазон. Я пытался найти описание, как его посчитать. Там довольно сложная схема, поскольку этот налог местный, по штатам. И общая мысль, которая остается после прочтения хелпа от Амазона, это то, что вы его как-нибудь сами посчитаете, а вы потом его увидите. В Европе есть VAT. VAT платится, если вы туда поставляете товар, вы сначала платите VAT с суммы поставки, потом вы доплачиваете его с суммы продажи от ритейла. Принципиально он очень похож на наш НДС, с нюансами, но принципиально это то же самое. Важно понимать, что торговля на Амазоне для третьисторонних продавцов это, как правило, комбинация двух услуг. Amazon Market и FBA. FBA это, собственно, услуга склада и службы доставки. Вы можете даже использовать услуги FBA для того, чтобы поставлять товары, проданные со своего сайта. Если у вас есть какой-то сайт с корзиной и с продажами, вы можете положить товар на склад Amazon и отправлять его оттуда, доставляя просто деньги, принимая на своем сайте. Market это, собственно, витрина, на которой вы можете обратно опубликовать товар, который лежит на вашем складе, либо опубликовать товар, который вы положили на FBA, то есть прямо со склада Amazon. В случае, если вы используете совместно Market FBA, у вас получается полноценный интернет-магазин со складом, с приемом заказов, с приемом денег. Все это делается автоматически. То есть ваша функция сводится практически к тому, что вы каждый день проверяете статистику и что-то корректируете. То есть заказы обрабатывает Amazon, деньги снимает Amazon, товар отправляет Amazon. Техподдержкой, правда, тоже занимается Amazon, и вот об этом чуть позже. Продавец может зарегистрироваться. Для Amazon.com принимаются в Беларусь, Россия, Украина. Амазонку и Югей не принимаются эти страны. Они работают только там, ну, США и Европа в основном. Есть, правда, Польша, не знаю, нам это вряд ли чем-то поможет. То есть тоже нужно понимать. Соответственно, если вы собираетесь торговать на европейском Амазоне, вам потребуется какое-то европейское или американское юрлицо, например. Эта информация есть у них на сайте. Достаточно просто гуглиться по словам суппорда Целлер Кандрис. FBI Inbound – это технический момент, как положить свой товар в склад. Все товары, которые продаются на Амазоне, должны иметь уникальный штрих-код. Это UPC для Америки и IAN для Европы. IAN – это европейская система. В принципе, штрих-коды универсальны, они уникальны друг к другу. Выглядят абсолютно одинаково с точки зрения потребителя, разницы никакой нет. Штрих-код можно получить на сайте, который я указал. Это некоммерческая организация, но и не бесплатно они там получаются, они требуют денег. Причем потом требуют за поддержку раз в год. Регистрируется товар, вводится описание фотографии, какие-то ключевые слова, тайтл. Но это все достаточно просто. Вводим данные по количеству коробок. Опять же, не будем уходить в нюансы. Обычно указывается просто количество коробок и количество товаров в каждой коробке. Там же генерируются наклейки, которые можно распечатать на формате А4, вырезать, наклеить на коробку, чтобы Амазон смог принять. То есть, это такая логистическая вещь, достаточно простая. Отправляем любым способом на склад Амазон. Важно узнать, что адрес склада становится известен только в момент создания доставки. У Амазона, как правило, несколько самых складов. В той же Англии их, по-моему, то ли 4, то ли 5. И куда, собственно, вы должны доставить товар, вы узнаете только на момент создания доставки. Это достаточно важный момент, который нужно учитывать при планировании своей логистики. После доставки, как правило, один-два рабочих дня ваш товар принимается и попадает, собственно, на склад Амазон и становится сразу же доступен для заказа. Большие партии, а именно это те, которые доставляются через ДНТЛ, так называемый, ЛОД, ЛЕС, ТРЭК ЛОД, то есть, меньше, чем полный грузовик. Ну, то есть, это там один-два поддона и так далее. С некоторых пор Амазон требует, чтобы это было забукано заранее, и, как правило, на одну-три недели вперед они это делают, то есть, это тоже надо планировать. Вторая сторона ФБ, это, собственно, фулфилмент, это доставка уже, доставка покупателям. То есть, после того, как либо вы создали вручную или автоматический заказ, точнее, распоряжение Амазону доставить товар с его склада ваш какому-то покупателю, включается Амазон ФБ Фулфилмент. Правда, немножко масло масляное, потому что ФБ это сам по себе фулфилмент. Здесь первый пункт относится к тому, когда вы используете Амазон совместно с услугой маркет, то есть, когда они сами принимают заказ, когда они сами снимают с карточки деньги покупателя и создает от вашего имени, как бы, распоряжение отправить этот товар покупателю. Товар, который лежит на складе Амазона ваш, он является вашей собственностью, то есть, вы, как бы, в доверительное хранение отдаете от Амазона, Амазон по вашему, не по распоряжению, а по доверенности, там, по какой-то, отправляет и получает за это деньги. Заказ обрабатывается один день, как правило, это довольно быстро, на следующий день снимаются деньги и товар отправляется. И вот здесь уже пошли нюансы, которые нигде, как правило, не написаны, но которые нужно знать. Способ доставки выбирает сам Амазон. Он оптимизирует это по стоимости, в зависимости от того, в том числе, как покупатель заплатил. Нужно выбрать скорую доставку, она отличается по странам. В США это, как правило, 5 рабочих дней, точнее, до 5 рабочих дней. Бывает 2, бывает 1, ну, 1 не бывает, 3 бывает. Бывает 2 рабочих дня и бывает следующий рабочий день. Если, ну, соответственно, дальше дороже. Способ доставки выбирает сам Амазон, он использует какие-то договора с перевозчиками, вы на это влиять не можете. С некоторых пор вы не можете даже посмотреть состояние доставки. То есть вы можете зайти и посмотреть, что товар был продан, адрес покупателя и, собственно, по-моему, что он был оправдан. Никаких трекинг номеров вы посмотреть с некоторых пор не можете. Но в целом доставка работает достаточно надежно. У нас там за 4 года торговли было, наверное, в общей сложности порядка 10 случаев, когда покупатель заявлял, что там все плохо и ничего до него не доехало. В целом все доезжает, а те вопросы, которые возникают иногда по вине Амазона, Амазон сам вырешает. Поскольку Амазон контролирует доставку. Кто платит за доставку? Здесь используется такая хитрая система. Вы, как продавец, платите за отправку товара со склада, за хранение его на складе. И все. Дальше начинается магия. И если, допустим, в США товар стоит дороже, чем 35 долларов, то покупатель за доставку не платит. Я здесь забыл еще отметить. Есть сейчас у американского как минимума Амазона услуга, которая называется Амазон Прайм. Она позволяет, по-моему, товары тоже заказывать с бесплатной доставкой. То есть, либо товар должен быть дороже 35 долларов, если говорить про США, либо у покупателя должна быть услуга Амазон Прайм. В этом случае доставка ему денег не стоит. Но это, естественно, самый медленный способ доставки. Для США это 5 рабочих дней. Для Англии это 20 фунтов, для Германии это 29 евро. Для Франции чуть меньше, но, опять же, вся эта информация доступна на Амазоне. Можете просто посмотреть по товарам, там возле цены прямо написано условие бесплатной доставки. Живой реальный пример того, как мы продали наши умные весы. Примерно для США стоили 59,95 долларов. На FBA пикетбак ушло 8,80. Это услуга Амазона по отправке покупателю. И реферал фи составила 8,99. Реферал фи – это комиссия Амазона за то, что он пустил вас к себе. За то, что он показал ваш товар у себя на сайте. Как видно, из 59,95 вы получили 42. Обращаю ваше внимание, что это пример для США. Реферальная комиссия, как бы я так ее назвал. То есть ее взимает Амазон за то, что вы у них вынесли свой товар. Почему я вынесу это отдельно? Потому что вы ее платите, даже если товар не лежит у Амазона на складе. То есть если вы используете просто услугу Амазон Маркет, то есть вы вешиваете свой товар у них, вы за продажу все равно платите в среднем 15%. Процент зависит от категории товара. Некоторые категории, кстати, закрыты для прямого публикации продуктов и должны предоставить нам, допустим, сертификаты безопасности. Есть категория, в частности, Health and Personal Care, где у нас весы продаются. Чтобы попасть в эту категорию, вы должны предоставить, вот мы предоставляли документы о безопасности материала. Так как это делал наш производитель, нам это было немножко проще. Но если вы изготавливаете свои товары сами, вам нужно обязательно заранее просмотреть, если вы собираетесь торговать на Амазоне, какие требования по публикации товара. Все это понятно. Важный момент. Это был крупнокаблинг, габаритный товар. Дальше про это не будет, поэтому рассказываю словами. Амазон налагает ограничения на количество товаров, которые вы можете положить в него на склад. Все товары делятся на два типа. Это Small, по-моему, и Oversize. Чтобы вы понимали, как это выглядит, в общем весы, это уже Oversize. То есть напольные весы, которые мы продаем, это уже с точки зрения Амазона Oversize. То есть все, что, грубо говоря, выше коробки с мобильным телефоном, раза в три, уже получается Oversize. И хранение Oversize товаров они ставят лимит по умолчанию в 500, а те, которые маленькие, лимит по умолчанию в 5000. То есть лимит ваш на складе Амазона – это 5000 маленьких устройств плюс 500 больших. Это вот цифры 8,80, это вот Pick and Pack, это для Oversize. Чтобы вы понимали, это примерно 3 килограмма весит посылок. Для малогабаритного товара цифры немножко меньше. Pick and Pack 2,99. Реферал фи, по сути, остается такой же, поскольку она не зависит от размера товара и зависит только от стоимости. Вот здесь заканчивается мед, и начинается боль. Вот то, что рассказывают консультанты по торговле на Амазоне, оно заканчивается примерно здесь, после этого вам предлагается начать вкладывать деньги и торговать на Амазоне. Все, что пойдет дальше, в основном, это опыт, который мы приобрели, ходя по правилам. Чем, собственно, было и анонсировано, про что я сегодня буду рассказывать. Итак, это западный рынок. Там есть свои правила торговли. Например, покупатель может вернуть товар в течение года, просто вернув свои деньги. По сути, без объяснения причин, потому что никто не будет проверять, насколько он брал. Служба техподдержки Амазона с ним немножко поговорит, попытается его успокоить, даст ему, скорее всего, какие-то довольно глупые рекомендации на тему того, чтобы проверить, включено ли устройство в розетку, но дальше этого они, скорее всего, не пойдут, и просто сделают возврат. Потому что им, строго говоря, все равно. По приходу товара на склад Амазона, возвращенного, никто его не проверяет. Точнее, его проверяют, вы в возвратах будете видеть причину, но даже если причина будет указана как поврежден покупателем, никто вам эти деньги компенсировать не будет. Единственный вариант, когда Амазон компенсирует вам деньги, которые вы потеряли на возврате, это когда сотрудник Амазона, который принимает возвраты, посмотрит на товар и решит, что его не открывали, то есть он был новый. В этом случае Амазон засчитает вам не полную стоимость, но какую-то ощутимую там цифру, по-моему, где-то три четверти от стоимости товара Амазон вам засчитает и уже начнет продавать товар от себя. Это, кстати, единственный случай, когда ваш товар может продаваться от Амазона. Если вы вдруг заходите на страницу вашего товара и видите, что ваш товар продаете не только вы, но и Амазон, это, скорее всего, продается какой-то возврат, за который вам Амазон вернул уже начислен деньги и продает его тоже как новый товар уже от себя. Решение возврата принимает техподдержка Амазона, вы на это никак не влияете. Слово вообще. То есть, если покупатель убедил техподдержку Амазона в том, что этот товар не работает, или он не может его использовать, или что-то там еще, служба техподдержки Амазона инициирует возврат товара, возврат денег и как бы все. Вы ставитесь просто перед фактом. Есть небольшое ограничение на случай мошенничества. Не знаю, насколько оно хорошо работает, но если человек, который оформил у вас возврат товара в течение двух месяцев не вернул товар, сумма вроде как будет списываться снова. Ну, естественно, при условии того, что у него на карточке есть деньги, и что он вообще как бы все еще в этой странице. Честно говоря, мы не проверяли, как это работает, но, скорее всего, работает нормально. Ну, немножко уже рассказано. Деньги после возврата товара, точнее, после затребования возврата денег, деньги покупатель получает практически, да, в течение одного-двух дней, товар он должен вернуть постепенно. Так, это то, что я вам рассказал. Товар, который покупатель вернул, возвращается к вам, к вам же на склад, в состоянии не будет для продажи. Единственное, что вы видите, вы видите результаты осмотра тем сотрудников Амазона, который его принимал. Амазон, статусы бывают примерно такие. Поврежден покупателем, поврежден на складе, по-моему, новый. Вот. В случае повреждения на складе, как правило, Амазон компенсирует таким же образом, как если был возвращен новый. То есть, если они действительно подтвердят, что товар поврежден на складе, а делают они, кстати, достаточно честно, то они вам зачислят деньги, ну и, соответственно, утилизируют товар. После того, как у вас накопилось какое-то количество возвращенных товаров, вы можете их отправить сам себе, ну, либо там на какой-то центр перепаковки, но сделать это можете только в той стране, откуда вы этот товар, точнее, Амазон этот товар отправлял. В частности, мы торгуем со склада в США и со склада... Понятно? Без. У нас осталось 5 минут, а на самом деле кратенько все хватит. Но хватит на времени. То есть, возвраты можно отправить самому себе в той же стране, там перепаковать, скажем, можно их проверить, сделать рефарм, дальше это заслать обратно, как рефарм еще. То есть, такая возможность предоставляется. Но он будет, естественно, помещен, как рефарм еще. Минутка села, быстренько. 80% идут через органический поиск на самом Амазоне, соответственно, описание, картинки, title, bullet, и все это крайне важно для вашего товара. Выдача результатов раншируется в прайдинге товара, на рейтинге объем-продаж, оценки пользователей, частота этих отзывов, оценка вас как продавца. Это очень важно. Больше подробностей можно найти в интернете, в принципе, информации много, но есть. Последние два года Амазон ведет жесткую борьбу с манипуляцией с рейтингом. Что это значит на следующем складе? Нельзя высылать товар в обмен на отзыв, нельзя вообще ничего предлагать в обмен на отзыв. С покупателем вы не имеете права связываться никак, кроме как по поводу именно этого заказа. Доступа к телефону, email покупателя у вас нет, переписка с ним только через сайт Амазона, который аккуратно вырезает все ваши контакты, его контактные данные. Отследить конверсию с внешней рекламой невозможно, поскольку на страницу Амазона вы не сможете поставить свой код. То есть она есть и все. Есть реклама на самом Амазоне, но она сделана для брендов. Если выбрать, вы можете рекламировать свой товар. Но вы будете рекламировать товар, а не себя. Это очень важно понимать. Можно посмотреть конверсию, если несколько продавцов будет рекламировать всех. по поводу байбокса. Две минуты есть у нас еще, да? По поводу байбокса тоже расскажу, потому что это очень важный момент. Один из самых сложных в понимании того, как вообще работает Амазон. Байбокс – это состояние, когда есть страница товара и на ней есть кнопка «Купить». И по этой кнопке «Купить» продажа происходит у вас. Если вы в байбоксе, то продажа пойдет у вас. Если вы не в байбоксе, то продажа пойдет у того, кто в байбоксе. Кто попадает в байбокс, определяет стоимость товара. Должен быть минимальный, и рейтинг продавца, соответственно, должен быть максимальный. Как это определяет Амазон, никому это не раскрывает, но в целом система очень простая. То есть вы должны продавать хорошо и дешево. И за это Амазон, если несколько продавцов этого же самого товара, будет продазывать вас, скажем так, первым, и будут покупать основу вас. Самый эффективный способ борьбы с не попаданием в байбокс это иметь собственный бренд и быть единственным продавцом этого товара. Все. Спасибо большое, Алексей. Давайте напоминаю, что мы разыгрываем подарки, и Алексей выберет лучший вопрос и наградит кого-то новенькой клавиатурой. Поэтому... Давай. Если разместить в коробке ссылки на свой ресурс техподдержки, клиент связывается или он никак не связывается? Амазон не вскроет, не заберет эти контакты? Нет, это не запрещается. Более того, можно даже в описании товара на Амазоне написать, что у нас есть техподдержка. Обращайтесь туда, мы так и делаем. Затрудняюсь, честно говоря, оценить процент попаданий к нам, но в целом, имея свою техподдержку и отвечая на вопросы, существенно снижает процент возврата. То есть, в целом, покупатель сначала пытается обратиться к вам, потом только на Амазон. То есть, это имеет смысл. У меня вопрос. Подскажите, а какой процент вообще проблемных продаж от всех? Вы знаете, очень низкий, на самом деле. Вот работа на западном рынке несмотря на те, скажем так, какие-то страшные вещи, которые я только что рассказывал, она намного проще, как мне кажется, чем на нашем, потому что там, если человек возвращает вам товар, это означает, что ну как бы все вообще. То есть, он его, скорее всего, сам не сломал, потому что если они сломали, они его обычно не возвращают. Понятно, что есть какое-то количество людей недобросовестных, но в общем и целом, это не рассматривается нами даже как средняя проблема. То есть, в целом, все работает хорошо. Такой вопрос. У вас был опыт работы с площадками не только с Амазоном, там, допустим, с ИРСом, с Джетом и так далее? Мы попытались регистрироваться на Нью-Эрге, на ИРСе, на ЕПе. Все это нас сильно не впечатлило. Единственное, что с ЕПем мы так серьезно не занимались, то есть мы в основном усилия сконцентрировали именно на Амазоне. Но в целом, наши попытки, скажем так, лобовые, поработать с какими-то другими площадками нас абсолютно не впечатлили. Немножко непонятно по поводу, если клиент вернул товар, и мы можем забрать его только куда? Если мы отправляем его из Беларуси, они отправят нам его сюда или они отправят его в Штаты на перепаковку? Скажу так, если вы торгуете со своего склада, то есть если вы только вывешиваете товар на Амазоне, что там будет, надо смотреть. Мы так не делали. Если вы торгуете со склада на Амазоне, товар вернется на тот же склад, по крайней мере, в той же стране. И вы потом сможете создать распоряжение, ордер, на то, чтобы Амазон все некондиционные товары выслал за какие-то там небольшие достаточно, вот эти деньги делают, в течение двух недель не доставляют любую точку этой же страны, где находятся склад, оттуда он был отправлен. Есть сюда? Сюда наверняка никто отправлять не будет, потому что здесь нет склада Амазон. Вот. То есть, скорее всего, скорее всего, если вы попытаетесь на Амазон.ком торговать из Беларуси и создадите товар, скорее всего, от вас будут требовать, чтобы вы организовали прием возвратов в той самой стране, независимо от того, откуда вы его будете отправлять. Например, вот говоря, опять же, про категории, вот Health and Personal Care, там один из, то есть требований к категории, в том, чтобы у вас обязательно в этой же стране была служба приемки возврата. То есть, это все зависит, и надо это читать уже конкретно по способу доставки по-вашему, это отправка с вашего склада и даже по категории. Можно. Как работает Амазон с анализом фейковых товаров? Ну, образно говоря, там, 500 кирпичей завести на склад в Америке из Великой Китайской стены и продавать. Я вам так скажу, работает жестко. Я подписан на несколько групп в Амазоне, где как раз тусуются продавцы. Часто людей жалко, потому что они клиенты-консультанты, которые миллион пообещали. Самое распространенное сообщение о проблеме «Ой, меня забанили». То есть, Амазон достаточно нетерпимо относится, в принципе, к карману. У нас даже у самих, хотя у нас и юрлицо зарегистрировано и торгуем мы не первый год. Например, у меня происходит следующая вещь. Мы запускаем какой-то товар, и по нему за какой-то период, допустим, за неделю подскакивает по какой-то причине процент возврата. То есть, он превышает 5%, Амазон просто автоматически блокирует этот листинг. То же самое он делает. То есть, все равно его заблокируют. Вопрос времени. То есть, это будет либо по жалобам пользователей, либо по негативным отзывам, когда вы просто скатитесь, вам наставят колов, вы просто скатитесь сюда, где вас все равно никто не увидит. То есть, там система такая достаточно жесткая, но при этом довольно неплохо заточенная на качественный товар и добросовестных продавцов. Спасибо большое, Алексей, за ответы. Спасибо вам за вопросы. Алексей, давайте выберем, кого мы наградим новой клавиатурой нашего партнера подарков. Дорогие, которые аж два вопроса задал. Поднимайтесь. Может быть, третий. Подходите, вопросы. Да, если у вас остаются вопросы, вы их можете на перерывах обсуждать, но, Алексей, мы вас тоже не оставим без подарка. Мы вам вручаем благодарность за участие в конференции. Спасибо большое. Спасибо.